Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Юрий Рожнов. Я являюсь ведущим техническим консультантом компании Siemens. В данном вебинаре я расскажу вам о системах промышленной идентификации и их применении. К чему стремится каждая современная производственная компания? Имеется четыре основных показателя. Первый – это максимальная гибкость, то есть возможность адаптации производства к новым условиям рынка и возможность кастомизации продукции. Второй – это уменьшение стоимости затрат на выпуск продукции. Третий – это улучшение качества продуктов и внедрение новых технологий, которые позволяют опередить конкурентов. Четвертый – это увеличение мощности и производительности предприятия. Вчера идентификация применялась только в изолированной зоне. Сегодня многие компании перешли на построение последовательной идентификации во время производства, начиная от поставки материалов и компонентов, заканчивая учетом готовой продукции. В будущем планируется внедрение идентификации на протяжении всего жизненного цикла продукта, идентификация компонентов и материалов поставщиков, последовательная идентификация на каждом этапе производства и контроль выпуска готовой продукции, идентификация на этапах хранения и логистики, а также контроль поставки и потребления конечному пользователю. Сейчас современное производство переходит в цифровой формат. Цифровизация подразумевает получение своевременных данных о материалах и компонентах, производственных процессах, выпуске готовой продукции, процессах логистики и хранения продукции. Модель цифрового производства состоит из нескольких уровней. Сбор данных использует умные устройства, например контроллеры, датчики, RFID-считыватели и метки и любые устройства, которые поддерживают подключение в сеть. Передача данных. Используются промышленные коммутаторы, маршрутизаторы, беспроводные устройства для построения надежной резервированной сети передачи данных. Платформы. Данный уровень организует хранение и обработку получаемых данных, а также передачу данных в системы управления предприятием, например МЭС или ERP-системы, или приложения для формирования финансовой отчетности. Благодаря такой модели достигается прозрачность мониторинга производства и управления активами предприятия. Компания Siemens работает на рынке промышленной идентификации более 30 лет. Компания представляет линейку оборудования Simatic Ident, которая состоит из двух направлений. Системы радиочастотной идентификации RFID. Системы работающие в ВЧ и у ВЧ диапазонных частот. Системы оптической идентификации OID. Системы на основе промышленных камер, позволяющих считывать одномерные и двухмерные коды различных типов, считывать и распознавать текст и форму объектов по заданному шаблону. Линейка оборудования Simatic Ident является законченным решением и включает в себя разные типы считывателей, антенны, метки для различных условий применения, широкий спектр аксессуаров и креплений, а часть устройств поддерживает открытые стандарты для интеграции с различными системами автоматизации, IT-системами и поддерживает передачу данных в облачные платформы с использованием протокола OPC UA. Принцип работы радиочастотного считывателя основывается на излучении сигнала ВЧ или УВЧ диапазона, периодически или в результате срабатывания подключенного датчика, например датчика движения. Транспондер работает в пассивном режиме. При получении радиочастотного сигнала от считывателя транспондер активируется и отправляет записанные данные в случае считывания или записывает отправленные данные считывателем в случае записи данных. Получив данные от транспондера или метки, считыватель отправляет их в вышестоящую систему, контроллер или компьютер со специальным программным обеспечением. Подключение считывателя в сеть осуществляется напрямую или с помощью специальных коммуникационных модулей. Основные направления применения нашего оборудования это системы промышленного производства и системы логистики. В промышленном производстве оборудование идентификации позволяет учитывать поставку материалов и компонентов, обеспечивать прозрачность каждого этапа производства, а также контролировать выпуск готовой продукции. Помимо этого оборудование идентификации позволяет упрощать процессы логистики и хранения, отслеживая перемещение, что позволяет точно знать в какой момент и где именно находится конкретный объект. Далее поговорим про примеры применения нашего оборудования. Одно из типовых решений это создание умных RFID-ворот или портала на объекте, где необходимо автоматизировать процессы, которые ранее выполнялись вручную, а именно идентифицировать и автоматически учитывать входящую или исходящую продукцию, компоненты или любые другие объекты. Объекты маркируются специальными метками – транспондерами. Для идентификации объектов используется RFID-считыватель с поддержкой нескольких внешних антенн. Считыватель подключен к контроллеру и HMI панели оператора. К считывателю дополнительно подключается датчик, например, датчик движения, который позволяет производить считывание или запись данных при прохождении объектов через умные ворота. Данная система может применяться для автоматического отслеживания продукции и ведения электронной базы данных учета. RFID-системы могут применяться в системах автоматического взвешивания. Для идентификации объектов используется RFID-считыватель с внешней антенны, который подключен к контроллеру и HMI панели оператора. Объект, двигающийся по конвейеру, маркируется с помощью метки. При прохождении контрольной точки система считывает информацию об объекте и автоматически передает ее на весы. При взвешивании система автоматически определяет объект и записывает информацию о весе объекта на метку. RFID-системы могут применяться для автоматической идентификации смены инструментов в станках с ЧПУ. На сменный инструмент устанавливается метка, а компактный считыватель использует выносную антенну для автоматического определения инструмента и передачи информации в ЧПУ-контроллер. Такая система позволяет в автоматическом режиме контролировать смену инструмента и его хранение, делая промышленный процесс максимально прозрачным. Доступны различные типы считывателей, которые поддерживают метки различных стандартов и с различным объемом встроенной памяти. Имеют различную дальность считывания и записи, и работают в различных диапазонах частот. RFID-считыватели SIMATIC RF200 и RF300 работают в ВЧ-диапазоне. Считыватели имеют встроенную антенну и поддерживают до одной внешней антенны, в зависимости от модели. И также поддерживают расстояние считывания и записи максимально до 60 см. Устройства обладают высоким уровнем надежности и защиты. Считыватели поддерживают конфигурацию и диагностику с помощью TEA-портал и интегрируются в PROFIBAS, PROFINET и Industrial Ethernet сети. Считыватели работают с различными типами меток. RFID-метки имеют различный конструктив исполнения, предназначены для установки на различные типы поверхностей, имеют высокий объем встроенной памяти, максимум до 64 кБ, и поддерживают функционал считывания и записи информации. Считыватели RF200 и RF300 можно легко интегрировать в IT-системы, подключая напрямую к рабочим станциям или серверам через последовательные интерфейсы и использовать специальное программное обеспечение для управления и обмена данными. А можно использовать специальные коммуникационные модули, которые интегрируются в контроллеры и устройства распределенной периферии SIMATIC или работают автономно. Коммуникационные модули позволяют подключать RFID-считыватели RF200 и RF300 в PROFIBAS, PROFINET и Industrial Ethernet сети. Для интеграции считывателей RF200 в систему автоматизации также можно использовать специальные IO-Link модули. RFID-считыватели SIMATIC RF600 работают в ИВЧ-диапазоне. Считыватели имеют встроенную антенну, поддерживают подключение до 4 внешних антенн в зависимости от модели и поддерживают расстояние считывания и записи данных максимально до 8 метров. Устройства обладают высоким уровнем надежности и защиты. Считыватели поддерживают конфигурацию и диагностику с помощью TIA-портал и легко интегрируются в PROFIBAS, PROFINET и Industrial Ethernet сети. Отмечу, что считыватели имеют встроенный Ethernet интерфейс для прямого подключения в PROFINET, Industrial Ethernet и Ethernet IP-сети. Устройство также поддерживает протокол OPC UA, который позволяет интегрировать их в различные системы. Ряд считывателей RF600 поддерживает подключение внешних антенн, что позволяет использовать считыватели в различных промышленных производственных системах и системах логистики. Считыватели работают с различными типами меток. RFID-метки имеют различный конструктив исполнения, предназначены для установки на различные типы поверхности, имеют высокий объем встроенной памяти и поддерживают функционал считывания и записи информации. Ряд меток предназначен для использования в агрессивных средах и широком диапазоне температур. Считыватели также поддерживают работу с различными типами умных наклеек. Далее поговорим про интеграцию считывателей RF600 в различные системы. Благодаря наличию Ethernet интерфейса, считыватели RF600 поддерживают прямое подключение в PROFINET-сети, а с помощью специального коммуникационного модуля считыватели можно подключить в PROFIBAS-сети. Считыватели RF600 поддерживают прямое подключение в Ethernet IP-сети. Управление и настройку RF600 можно осуществлять не только в TIA портал, но и напрямую через интернет-браузер, благодаря наличию графического веб-интерфейса. Считыватели RF600 поддерживают протокол OPC UA, что позволяет интегрировать устройства в системы на основе контроллеров и графических операторских панелей , а также в IT-системы верхнего уровня. Это позволяет встраивать считыватель в систему не только для обмена данными, но и для управления, а также для сбора данных профилактического обслуживания и получения данных устройства для инвентаризации. С помощью различных внешних устройств, например, с помощью мультисервисной платформы RX1400 с поддержкой Cloud Connect, данные считывателя RF600 можно передавать в облачную операционную систему MindSphere от компании Siemens или в сторонние облачные платформы, например, в Amazon Web Services, Microsoft Azure или IBM Cloud. RFID-считыватели SIMATIC RF1000 работают в NCHE и VCHE диапазонах в зависимости от модели. Устройства имеют встроенный RS232 последовательный интерфейс, который позволяет подключать их к контроллерам и устройствам распределенной периферии SIMATIC, и USB-интерфейс, который позволяет подключать их к компьютерам и операторским HMI-панелям напрямую. Считыватели RF1000 используются для управления доступом. Считыватели SIMATIC RF1000R можно подключить к компьютеру или операторской HMI-панели и использовать как считыватель карточек для доступа в помещение или доступа к промышленному оборудованию. Считыватели совместимы с программным продуктом PMLogon, который позволяет применять его для локального или централизованного управления авторизацией пользователей с различными сценариями. Считыватели SIMATIC RF1000R можно использовать для доступа к оборудованию с использованием уже имеющихся ID-карточек сотрудников. Считыватель можно интегрировать в операторскую HMI-панель и реализовать различные сценарии доступа с однократным прикладыванием ID-карты к считывателю, с прикладыванием ID-карты на все время работы или однократным прикладыванием ID-карты и введением персонального пароля для получения доступа. Считыватели RF1000R позволяют также реализовать авторизацию доступа в систему WinCCRT, используемую на операторских панелях. Отмечу, что считыватели RF1040R и RF1070R могут также использовать последовательный RS232-интерфейс для подключения к компьютерам или для интеграции в системы промышленной автоматизации. Например, могут интегрироваться в системы автоматизации на основе контроллеров SIMATIC 1500 серии через специальный коммуникационный модуль RF170C, который используется в составе устройств распределенной периферии ET200PRO. Считыватели RF1040R и RF1070R можно также подключить к устройствам распределенной периферии ET200SP через последовательный RS232-интерфейс с использованием дополнительного внешнего источника питания. Отдельно отмечу, что для интеграции устройств промышленной идентификации в сеть и организации электропитания, вам понадобятся кабельная продукция и компоненты. У Siemens есть широкая портфолио различных кабелей, как медных, так и оптических, кабелей питания, различных разъемов и монтажного инструмента, а также поддерживается технология FastConnect для быстрой и безошибочной сборки разъемов в полевых условиях. На этом все. Надеюсь, вам понравился наш вебинар. До скорых встреч! Сименс. Ингенuity for life. Сименс. Ингенuity for life.